В День знаний в каждой школе прошли торжественные линейки с участием родителей, представителей власти, общественных организаций и предприятий. По сообщениям МВД, по Чувашии в этот день общественную безопасность в местах проведения праздничных мероприятий и массового пребывания молодежи обеспечивали более 800 полицейских. 1 сентября в каждой школе учебное расписание было индивидуальным. Занятий как таковых не было. Но во всех школах прошли открытые уроки, урок конституции, посвященный 20-летию принятия основного закона Российской Федерации. Встретила своих учеников и 5-я гимназия Чебоксар, партнер Сколково. Здесь устроили презентацию возможностей «Цветик-семицветик» и экскурсию для юных гимназистов «Здравствуй, новый дом». Родители, собравшиеся у гимназии, напутствовали своих детей. Всех наших деток нашего класса хочу поздравить с Днем Знаний, с переходом в новую школу и пожелать им легкой учебы, хороших учителей и дружбы в классе. Всем терпения, всем удачи и здоровья. В течение недели в школах пройдут всероссийские образовательные акции. 3 сентября на уроке «Здоровые дети в здоровой семье» будут обсуждать вопросы здорового образа жизни. Также в этот день начинаются мероприятия, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Это самая новая памятная дата, установленная федеральным законом о днях воинской славы России. Она связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер один погибли более 300 человек, среди них более 150 детей. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.